Заключительный абзац. Вообще очень важный элемент на блоге – это финал всей статьи. Ну, это понятно, да, финал всей статьи. И я, конечно, сейчас не буду рассказывать о том, как это важно, как его правильно писать. У нас вебинар не об этом, да, не о том, как писать статьи, это немножко другое. Мы рассматриваем именно техническую сторону ведения блога. Но что здесь важно сказать? Основные моменты – это обобщение темы. То есть, когда мы пишем последний абзац в конце, важно обобщить все, что вы написали, какой-то одной, двумя, тремя фразами. Дальше оно должно быть обязательно коротким, без новой информации. То есть, допустим, смотрите, вы описали какую-то полезную вещь, полезную какую-нибудь, может быть, статью, как на тему, как сделать что-то, да, или там психологического характера, ну, неважно. В общем, любую тему вы расписали у себя в статье, в конце, в последнем абзаце вы обобщаете эту тему и не вводите никакой новой информации. То есть, последний абзац предназначен для обобщения того, что вы уже сказали. Обязательно этот абзац должен быть выделен как новый параграф. Я уже на прошлом занятии акцентировала на этом внимание. Очень часто, вот я вижу, не знаю, как так получается, скорее всего, печатают статьи где-то в другом месте, то есть в каком-нибудь редакторе на компьютере, например, в Word или в блокноте, и потом копируют и переносят, вставляют это в редактор WordPress. В итоге получается отсутствие пустой строки между абзацами. Вот это вот очень важно понять. Абзац – это считается абзацом, когда между ними есть пустая строка. Ну, это мы еще со школы помним, да. Если нет пустой строки, то это продолжение. Как бы это просто с новой строки внутри абзаца делаем мы текст. Очень важно вообще вот в интернет именно разбивать текст на абзацы. Поэтому заключительный абзац тоже должен быть отдельным. То есть пустая строка сверху, пустая снизу. Делается очень просто. Нажимаем Enter. В редакторе WordPress нажимаем Enter, у нас получается пустая строка. Если мы нажимаем Shift, удерживаем и Enter, то у нас получается просто новая строка. Красная строка, да. То есть внутри абзаца новая строчка. Далее. Не рекомендуется делать, вставлять туда фотографии. Даже если очень хочется, делайте это все в тексте. Пишите, вставляйте туда скриншоты, картинки, все что угодно. Вы можете дополнить свой текст изображениями. Это здорово. Это помогает также читать, визуально разделяет текст и дополняет информацию о вашем контенте. Но с последним абзац лучше не использовать никаких картинок. Потому что последний абзац должен быть коротким, таким емким. И, соответственно, если вы будете такие изображения вставлять, все это увеличивается. И теряется главная фишка, главная цель этого абзаца. То есть ваша цель, главное, чтобы человек ее прочитал. Потому что очень важно в конце написать призыв к действию. Я не помню, говорила я или нет. На прошлых занятиях это, опять же, касается введения. На блоге я тоже написала эту статью. Когда вы пишете статью, обязательно нужно задать вопрос, что она вам принесет. Если у вас нет никакой цели в этой статье, то просто не пишите ее, не тратьте время. Цель может быть у статей на блоге несколько. Первая основная – это призвать людей подписаться в вашу рассылку. Второе – это может быть перейти по ссылке. То есть вы, допустим, пишете отзыв о каком-то продукте, о своем, о чужом, не знаю, там, партнерском продукте. Либо, не знаю, все что угодно, да, вы описываете на своем блоге и в конце призываете читателя перейти по ссылке, узнать, например, больше. Либо на продающую страницу, либо на страницу приземления, где человек подпишется в дальнейшем на рассылку и так далее. Не важно. То есть он должен совершить некое действие, перейти по ссылке, а дальше уже, соответственно, страницы. Поделиться в соцсетях – тоже очень важно. Есть статьи, которые очень хорошо расшаривают, так сказать, да, то есть делятся в социальных сетях, а там уже как вирусный маркетинг срабатывает, она начинает гулять по интернет, по социальным сетям, и в итоге вы привлекаете новых посетителей. И четвертое, что может быть, это поделиться мыслями в комментариях. Комментарии также очень важны. Комментарии – это своего рода продолжение вашей статьи, и чем больше комментариев, тем лучше. Помимо того, что это контент дополняется, соответствующий, да, релевантный к вашей статье, плюс еще, естественно, это общение. Живое общение всегда тоже очень здорово работает, поскольку блог, одна из основных задач у блога – это вызвать доверие, то комментарии, конечно же, в этом плане выполняют свою роль, в этом плане на 100%. Итак, призыв к действию. Это очень важно в заключительном абзаце. Соответственно, нам важно, чтобы люди его прочитали. Поэтому делаем вывод, да, что ничего там не должно быть лишнего, никаких картинок, никакого увеличения этого абзаца и так далее. Также в этом абзаце вы можете выделять, форматировать текст, то есть выделять жирные ключевые слова, или слова, которые вы хотели бы подчеркнуть. Указать можете ссылку, соответственно, да. То есть все, что вы делали в тексте, вы можете также здесь использовать. Также очень важно вот этот абзац выделить. Не все это делают, я тоже не всегда делаю, но очень здорово, когда, допустим, вы, вот последний этот абзац, последний раздел вашей статьи, заключительный, выделяете заголовком. Вы можете написать все, что угодно. Например, заключение. Даже так, да, просто с словом выделить. Заключение, сделать его заголовком H3 или H2. Это мы проходили в прошлом занятии. Кто не был, посмотрите, как это делается. Либо вы можете выделить какой-то фразой, например, в заключении, или там обобщим то, что мы сказали и так далее. Но это хуже работает, лучше, когда все-таки есть заголовок. Итак, идем дальше. Вот пример, да, я показываю. Это вот в редакторе, в редакторе WordPress я пишу слово «заключение». Далее я его выделяю и в редакторе выбираю из списка заголовок 2, например, или заголовок 3. Не используйте заголовок 1 никогда в статье, потому что заголовок 1 должен быть 1, а он уже предназначен для заголовка статьи. Да, не путаем. Заголовок статьи и заголовки внутри статьи. Так вот, внутренние заголовки только H3 и так далее, любые, кроме H1. Дальше вот под цифрой 2 у нас идет абзац. Соответственно, видно, да, что у нас сверху есть отступ, ну и там снизу тоже есть отступ. И создаем этот отступ с помощью клавиши Enter. Вот так он выглядит на блоге. Хорошо. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...